Привет, друзья! Я Андрей Шелестов, а это Оружие Ньюз. Сегодня в выпуске. Что общего у карабина Собаки и марсохода? Кто будет участвовать в перестрелке? И как срубить дерево, стреляя из мелкашки? Помимо этого покажем самые свежие новинки на рынке огнестрельного и пневматического оружия. Одна из самых громких тем прошлого года – ограничения по продаже пороха и патронов. Осенью в новых правилах пожарной защиты появился пункт о том, что в магазинах нельзя хранить более 50 килограмм дымного и бездымного пороха, включая порох в патронах. Чтобы было понятно, это приблизительно 20-30 тысяч боеприпасов. Это не так много, как кажется. И все бы закончилось дефицитом и скачком цен. После выхода информации на нас посыпались комментарии. Что там с порохом? По этому поводу Национальная оружейная ассоциация отправила официальное обращение в Росгвардию. И в конечном итоге строчку про порох в патронах убрали. То есть все остается по-прежнему. В магазинах будет и порох, и патроны. В достаточном объеме. Вообще огромное спасибо всем тем, кто поддержал эту тему. Распространял информацию. Тоже писал в МЧС и Росгвардию. Как сказал автор канала «Контрольный спуск» Антон Баранов, это пример объединения оружейного сообщества. Мне бы очень хотелось, чтобы эта ситуация стала примером того, что оружейное сообщество в России может объединиться и решать какие-то проблемы сообща. Не надо думать, что без нас все давно решат, и мы ни на что не влияем. Влияем. Вот вам наглядный тому пример. Итальянская компания «Собатти», которую все знают по охотничьим карабинам и очень доступной высокоточке, выпустила АР-образный полуавтомат в Корибре 223 Рем. Новинка называется «Собатти Сар». Эту модель оценят любители спортивной стрельбы. В стволе шесть нарезов с девятым шагом. Затвор имеет семь боевых упоров и сделан из нержавеющей стали. А вот вся ствольная коробка состоит из прочного алюминиевого сплава. Практически из такого сплава сделаны колесные диски знаменитого марсохода «Кириосити». Магазин вмещает 10 патронов, а после стрельбы УСМ способен установить оружие на предохранитель. Прицельные приспособления ставят на планку вивера. Про пистолетную рукоятку и современный приклад говорить не буду, и так все понятно. Одним из первых пострелять из новинки получилось у Дмитрия Норкина с канала «Каскад ТВ». Всем привет. Конечно, чтобы сделать полноценный обзор и сформировать свое мнение, нужно отстрелять как минимум тысячу патронов из нее в разных условиях. Но первое впечатление – это, конечно, качество сборки этого карабина, это легкость его, все детали очень круто подогнаны. Единственное, что бы я, наверное, для себя поменял в первую очередь, это ручку. Ну и все, в принципе, можно уже начинать из коробки достать и работать, поставить на нее прицел. Отличный карабин, то есть за свои деньги, я думаю, что это хороший вариант. И вот сейчас задумался очень сильно, может немного добавить и купить себе такой карабин. Еще одна новинка на этот раз уже от российских производителей на рынке травматики – PM21T. Он сделан под патрон калибра 9 мм ПА. Надежный, фрезерованный, в общем, в лучших традициях ураумехкомплекта. Причем это субкомпактный пистолет. Действительно, в этом сегменте рынка есть потребность в качественной модели. И несмотря на малые габариты, в магазин вмещают 8 патронов. Более подробно о новинке расскажет Урал Мехкомплект. Основное, значит, его габариты. Пистолет выполнен в полированном виде. Прицел, он цельный, выполнен вместе с затвором. Это как мушка, так и целик. Здесь нет флажка предохранителя. Это позволяет произвести выстрел сразу же, без переключения предохранителя. Предохранение обеспечивается за счет предохранительного возвода, выполненного на курке. Отсутствие затворной задержки. Это также позволяет, значит, уменьшить габарит самого пистолета. Весь облик пистолета выполнен таким образом, чтобы можно было бы носить в каких-то нишах своей одежды. Друзья, пришло время для крутых приключений. Вместе с Владом Мининым, известным путешественником и основателем компании Wild Wild Expeditions, мы запускаем проект Remington Adventures, потому что приключения начинаются вместе с Remington. Это серия уникальных путешествий в самые дальние уголки планеты. В начале марта мы отправляемся на Аляску, где будут длительные переезды на снегоходах, ледяные пещеры, горные хребты и охота и стрельбы из разного оружия. Винтовки, пистолеты, дробовики, куча разных видов, из чего можно пострелять. Мы уже по-разному тестировали экипировку Remington и на показательных мероприятиях, и на дальних охотах. Но это испытание станет самым жестким. Мы проверим костюмы суровым северным климатом. Если вам интересно попробовать вживую такой формат приключений, то пишите мне в директ инстаграм. Место в группе для вас я найду. Дорогие друзья, приглашаю вас на курорку Аляску, где вы можете прекрасно провести суверматический вечер, день рождения, свадьбу, похороны. Но самое главное, здесь вас ждут приключения с Уайлдвэ. И помните, что безопасность вам не гарантирует. Интернет-издание газета РУ опубликовало статью, почему в прошлом году россияне покупали больше оружия. Главная причина для приобретения огнестрельного оружия – это сама барона. А вот пневматик убрали, чтобы больше бывать на свежем воздухе. И для тех, кто хочет чаще выбираться на природу, турецкая компания Asilcon выпустила новые PCP-винтовки MX-5 и MX-7 в калибре 5,5 мм. Вообще этот производитель не на слуху у оружейной публики. Зато его неплохо знают строители. Уже 15 лет компания делает краны и манипуляторные установки. Так что опыт создания пневматических механизмов разной сложности у завода есть. Не так давно они выпустили огнестрельную модель ружья. А вот теперь на рынок вышла пневматическая линейка. Винтовки MX-5 и 7 для спортивной развлекательной стрельбы. Дульная энергия 3 джоуля, а начальная скорость пули 120 метров в секунду. Барабанный магазин на 12 зарядов. И приобрести все эти изделия ты сможешь просто по паспорту. Андрей Рэй из Ярославского стрелкового общества. Большой поклонник PCP-винтовок. Поэтому он первым вызвался протестировать эту новинку. Если коротко, то в принципе аппарат получился очень неплохой. Очень неплохо сделано железо. Там с небольшими вопросами. Но это в принципе на стрельбу не влияет. А стреляет эта винтовка очень неплохо. Я ее уже успел отстрелять в тиле. Результат меня в принципе удовлетворил. Если еще будет хорошая цена на нее, это будет хит. Мы начали отбор желающих для шоу «Перестрелка». И первой участницей стала Катарина Сдыкович. Ее стрелковый стаж всего полгода. Но Катарина упорно тренируется на полигоне с САЙГОЙ 545. Всем привет! Я участвую в перестрелке вооруженного обороны. Ну а следующий участник – Павел Колобов. Сначала получивший леща от жены, а потом и наше приглашение на перестрелку. Привет! Я участвую в перестрелке у оружейного оборона со своим любимым пистолетом ПМ-17Т, который отлично зарек... Ты достал уже со своим ютюбом! Сколько можно-то, чтобы у кадатора на работу-то нормально устроишься? Вон, твои же подписчики тебе говорят, что иди работай, охранник, в метро! Достал уже! Я все равно участвую в перестрелке вооруженного оборона. Паша, приезжай! Ты участвуешь! Конкуренцию Павлу и Катарине составит Артем Вилков. Артем, только со своим оружием приезжать на перестрелку не надо! Привет! Я Артем. Участвую в перестрелке у вооруженного оборона. Это ствол сосны. Диаметр 14 см, длина 110 см, 15 годовых колец. Выращен в лесах Удмуртской республики. У него есть отличная эргономичная рукоять, места для крепления дополнительных каких-нибудь приспособлений в виде прицелов. Это любимый ствол всех жителей нашей республики. Друзья, отбор только начался! Снимайте интересные видеоролики о своем любимом оружии. Присылайте их к нам на почту, она сейчас на экране. Или публикуйте в инстаграме с хэштегом Чемпионат Перестрелка. Всего мы отберем 20 участников, которые приедут на соревнования в Кострому. Сегодня в рубрике «Оружейный хайп» пулемет. Причем калибра 22 ЛР мелкашка, стреляющая очередями. Создали ее в Америке парни из компании Lakeside Machine. Инструктор по стрельбе Дастин Эллерман решил посмотреть, можно ли с помощью такого оружия срубить дерево. Субтитры сделал DimaTorzok На сегодня это все. Подписывайся, если пока этого не сделал, чтобы не пропустить новые серии. Ставь лайки и давай их вместе перезарядим отношения к людям с оружием. Субтитры сделал DimaTorzok